Всем привет дорогие друзья! С вами каталог воблеров и я Куцей Сергей. Сегодня обзор еще одной катушечки, которую предоставил магазин рыбачок.com.ua. Цена на эту катушку одна из самых низких, плюс дополнительно будет скидка для моих подписчиков. Но об этом расскажу в конце видео, чтобы не занимать время у тех, кому это не интересно. Совсем недавно появилась эта катушечка, производитель, фаворит, катушка сапфир типа размер 2500С. Что нам обещает производитель? 6 шариковых подшипников, 1 роликовый, передатка 5,2 к 1. Карбон композитный корпус, максимальная нагрузка на фрикцион 13 либров. Ролик лескоукладывателя и бортик шпули, покрытый нитридом титана. Материал производства подшипников нержавеющая сталь. О передатке сказал, вес катушки 255 грамм. Внутри упаковочки находится наша катушечка в плотном чехольчике, который на ощупь напоминает замш. В коробочке осталась кинематическая схема. Более никаких комплектующих в коробочке не было. Сейчас давайте проверим качество плавности хода. Этот показатель очень сложно передать наглядно. Думаю, поверите на слово. Мягкий, приятный ход, без либо каких лишних звуков и помех. Очень приятно вращать эту катушечку. Производитель нам обещает мгновенный стопор. С наглядностью этого показателя проще. Видим, что производитель ни капли нас не обманывает. Стоп действительно моментальный. Этот показатель очень важен при твичинге воблеров. С этим все отлично. Давайте начнем. Сейчас разберем эту катушечку, посмотрим на нее, так сказать, изнутри. Разобрали нашу катушечку. Внутри действительно 6 шариковых подшипников, действительно один роликовый. Как они размещены? Два из них установлены на ведущую шестерню. Один находится в паразитке и один в ролике лескоукладывателя. Два последних находятся на ведомом валу. Тут же находится и роликовый подшипник. Чем примечательна начинка катушки? Посмотрите внимательно на этот узел. Обратите внимание на форму вала. Вал сидит на двух шариковых подшипниках. Что должно просто минимизировать все возможные люфты, в данном случае их здесь просто нет. В этом месте вал и держатель не соприкасаются. То есть вал вращается только на подшипниках. Здесь никакой потери качества хода нет. Вот такое вот замечательное конструкторское решение. Кулиса, толкатель штока, ходит по направляющей, что также должно минимизировать все люфты нашего штока. На штоке присутствует вот такой вот пластиковый пыльничек. Он предотвращает попадание пыли или грязи через ведомый вал в редуктор катушки. Пружина дужки ротора находится в привычном месте, а вот возвратный рычаг вынесен на другую сторону ротора. Диаметр ведущего колеса 27 мм. Количество зубьев на нем 31 зуб. 6 зубьев на ведомом валу. Итого передаточное число получается 5,16 к 1. О чем еще не сказал? Ах да, гайка ротора и винтик в кнопе имеют правую резьбу. В общем, никаких других отличительных моментов нет. Вот такая вот начинка нашей катушки. Вот так наша катушка выглядит изнутри. Сейчас быстренько соберем ее и взвесим. Сколько же весит наша катушечка на самом деле? Заявленный вес 255 грамм. Давайте выясним настоящий. Включили весы. Кладем катушечку. Что нам весы говорят? А весы говорят, что ее реальный вес 261 грамм. Фаворит Сэпфир 2500С весит 261 грамм. Мы намотали на катушечку шнур 6-либровый шнур. Шаг от витка до витка 3 мм. Крестовая укладка шнура. При таком типе укладки шнура витки очень прочно сидят на своих местах. Ничего никуда сдвинуть просто не получается. Посмотрите на качество укладки. Постараюсь вам показать под разными углами. Чтобы было лучше понятно, что качество укладки на высоте. Такого уровня качества укладки абсолютно достаточно для беспроблемного применения данной катушки. Я в этом уверен. Как собрана наша катушечка? Несколько раз проверял наличие люфтов. Но вот не могу сказать, что нет люфтов и не могу сказать, что есть люфты. Вот какие-то минимальные, какие-то, ну очень незначительные движения ручки и ротора присутствуют. Возможно их даже наглядно не будет видно. Но сейчас постараюсь вам все показать наглядно. С КНОБом все отлично. Никакого люфта в КНОБе нет. Смотрим на ручку. Не знаю, видно вам или не видно. Еле-еле душа в теле. Ну что-то вот немножечко, но есть. Люфтик такой зародыш, даже не ребенок. Ну вот с ротором приблизительно это для самых придирчивых людей. Может кто-то это и люфтом не назовет, но вот какое-то минимальное такое движение присутствует. Со шпулей все отлично. Никаких движений по сторонам. По вертикали ходит в пределах нормы. Катушка в общем собрана хорошо. Но вот для самых придирчивых ротор и ручка имеют минимальные люфтики. Давайте подводить итоги. Фаворит Сепфир 2500S. В теле нашей катушки 6 шариковых подшипников. Два из них установлены на ведомом валу. Это решение заслуживает отдельного внимания и похвалы. Два подшипника на ведущем колесе. Один в паразитке и один в ролике лескоукладывателя. Подача штока кулисная. Кулиса двигается по дополнительной направляющей, что также порадовало. По заявлениям производителя, бортик нашей шпули и ролик лескоукладывателя покрыты нитридом титана. Все подшипники в катушке выполнены из нержавеющей стали. Также по словам производителя. Передаточное число 5,2 к 1. 31 зуб на шестерне, 6 зубьев на валу. Вес катушки 261 грамм. С укладкой шнура катушечка справляется на отлично. Шаг от витка до витка 3 миллиметра. Крестовая укладочка. Мгновенный, реально мгновенный стопор обратного хода. Это довольно просто показать наглядно, потому посмотрите пожалуйста. Очень мне в этой катушечке понравилось решение по главному валу. Это решение однозначно улучшает плавность хода катушки. Нужно придумать какой-то тест для этого показателя. Пока что на словах скажу, что ход плавный и приятный. Собрана наша катушечка в принципе хорошо, если не придираться к уж совсем мелким мелочам. Вы наверняка заметили не одну закосодаченную технологию у более дорогих и известных производителей. Но в этом случае магазин рыбачок.com.ua диктует цену на эту катушку в размере 950 гривен. Хорошая цена, плюс к которой будет 10% скидки, если вы мой подписчик. Если вас заинтересовал данный товар, с вас подписка с магазина скидка. Магазин рыбачок.com.ua Для подписчиков минус 10% на катушку. Катушка является новинкой. Информации в интернете практически никакой нет. Надеюсь это видео будет полезно многим и поможет сделать правильный выбор при покупке катушки. Вот такой вот получился обзор. Кому он чем-то помог, кому он был чем-то интересен. Оставьте лайк, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на канал моих друзей. Вступайте в группы в соцсетях, ссылки как всегда в описании. Всем не хвастанье чешуи, до скорых встреч!